Сегодня я проверю вашу внимательность. Обращайте внимание на каждую мелочь, и вы разгадаете все загадки. Марк шел вдоль реки и услышал крик. Это была молодая женщина, которая тонула. Парень бросил куртку и рюкзак на землю и прыгнул в воду. К счастью, он успел вовремя. Когда Марк вытащил женщину из реки, он увидел прохожего, стоящего рядом с его вещами. К сожалению, я не умею плавать, но я присматривал за вашими вещами, сказал мужчина. Тогда зачем вы рылись в моем рюкзаке, спросил Марк. Как он понял, что кто-то открывал его рюкзак? Когда он бросил рюкзак на землю, молния была на левой стороне, но теперь она на правой. В жаркий день Томас заключил пари со своими друзьями. В это время они прохлаждались в саду, пили воду и лимонад. Томас сказал своим друзьям, что вода, произведенная разными компаниями, разная на вкус. Вы можете завязать мне глаза. Я сделаю глоток из двух бутылок воды. Из той, что у нас на столе, и из бутылки другого производителя. Я видел ее на кухне. Спорим? Я смогу отличить. Именно так он и сделал. Друзья уже готовы были отдать Томасу выигранные деньги. Но один из них вмешался. Ты жульничал, сказал он. Почему он так подумал? Был жаркий день. Неудивительно, что вода, простоявшая несколько часов на улице, была намного теплее, чем принесенная из кухни. Кто-то ограбил банк в крупном городе. Полицейский детектив отправился известить главного подозреваемого, которого уже несколько раз задерживали. На этой неделе я плохо себя чувствовал и не выходил из своей квартиры три дня. К счастью, я не нуждался в еде. Мой холодильник полон. Можете убедиться в этом сами, сказал мужчина и открыл свой холодильник. Но детектив понял, что мужчина лжет и арестовал его. Как он догадался? Во-первых, буханка хлеба на столе выглядит свежей. Во-вторых, если бы мужчина сидел дома уже три дня, его холодильник не был бы таким полным. Мистер Блэк продавал красивые редкие вазы. На полках его магазина стояли десятки таких ваз. Однажды мужчина вызвал полицейских. Когда они приехали, у хозяина была перевязана голова, а в его магазине царил беспорядок. Какие-то парни в масках вбежали в мой магазин, схватили деньги и самые дорогие вазы. Потом они ударили меня по голове, я потерял сознание. Полицейские сразу поняли, что мистер Блэк лжет, чтобы получить деньги по страховке. Как? Несмотря на то, что большинство ваз лежит на полу, они даже не треснули. Если бы вазы упали с полок во время ограбления, они бы разбились в дребезге. Посмотрите на этих двух девушек. Как вы видите, они обе популярные блогеры. У них также одинаковое количество лайков. Но с одной из них что-то не так. Должно быть, она что-то скрывает. Что именно? У девушки справа поддельная сумка. Логотип на ней похож на логотип Шанель. Но под ним написано Гуччи. Марсель ехал по опасной горной дороге. Вдруг он увидел человека, сидящего на обочине и остановился. Оказалось, что мужчина не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и мужчину выбросила из окна. И теперь его очень дорогая машина не подлежала ремонту. Не могли бы вы выступить свидетелем, когда я буду готовить документы для страховой компании? Спросил мужчина у Марселя. Тот согласился, но попросил мужчину показать ему, что находится внутри салона. Мужчина достал из кармана ключ и отпер поврежденный автомобиль. Я не буду участвовать в этом мошенничестве, сказал Марсель. Почему он решил, что мужчина лжет? Если бы мужчину выбросил из машины, ключ бы находился в замке зажигания. Дилан и Сьюзен были счастливы в браке 10 лет. Однажды Дилан уехал в командировку. Когда он вернулся, Сьюзен сразу поняла, что этот мужчина не был ее мужем. Как она догадалась? Дилан всегда носил обручальное кольцо. Если вы были внимательны, то наверняка заметили его на пальце. Но у человека, который вернулся к Сьюзен, обручального кольца нет. Полиция выяснила, что контрабандист собирался покинуть страну через крупнейший аэропорт города. Туда прибыл детектив и задержал трех человек, которые выглядели подозрительно. Посмотрите на них и попытайтесь выяснить, кто из них контрабандист. Это третий пассажир. Его чемодан полон совершенно случайных вещей. Женские туфли, несколько носков, пара старых грязных джинсов и даже парик. Кроме того, в закрытом состоянии чемодан выглядит гораздо больше, чем в открытом. Муж Сары, Мишель, был профессиональным велосипедистом. Ему предстоял сложный турнир по велоспорту. «Я обещаю, что принесу тебе букет, который вручают победителю», – сказал Мишель Саре. Через четыре часа он вернулся с прекрасными цветами. Но Сара сразу же поняла, что Мишель не выиграл турнир. Как? Как? Цветы на самом деле из сада Сары. Такие же цветы растут рядом с домом. Посмотрите на этих людей. Мужчина находится в больнице. Он потерял память. А эти две женщины утверждают, что они его партнерши. Одна из них лжет. Но которая? Женщина слева лжет. Если бы она была его женой, у нее на пальце было бы обручальное кольцо. Посмотрите на этих людей. Можете определить, кто из них вампир. Этот человек, видите клыки? Жуть! Которая из девушек – жена этого мужчины. Это девушка справа. На ней ожерелье с надписью «Кейт». А у мужчины на руке татуировка с тем же именем. Две пары собираются пожениться. В зале полно гостей. Невесты выглядят сногсшибательно в своих длинных белых платьях. А женихи кажутся абсолютно счастливыми. Вдруг кто-то из гостей замечает, что с одной из пар что-то не так. Сможете догадаться, что именно? У Марины и Алекса вообще нет отражений. Посмотрите на это украшенное зеркало позади них. Они, наверное, вампиры. Интересно, как Марина делала макияж? Света и Юлия хотели спокойно провести воскресный день. Они решили прокатиться на воздушном шаре и направились в парк. Инструктор предложил им выбрать, на каком из шаров они хотели бы прокатиться. На голубом, зеленом или желтом. Свете нравится голубой. Неудивительно, посмотрите на ее одежду. А Юля хочет покататься на зеленом. Какая из девушек не очень внимательна. Света. Цвет не так уж важен. Но тут нет мешков с песком. Не стоит забывать о безопасности. В одной из галактик есть розовая планета. Там много людей, но мало животных. Только куры и петухи. Они могут быть трех разных цветов. Розового, красного и желтого. Андрей отправился на эту планету, чтобы повидать друзей. Он шел по улице и увидел три влюбленные пары птиц. В паре не может быть две птицы одного цвета. Сможете ли вы угадать, какой цвет у партнера красной курицы? Она влюблена в желтого петуха. Красная курица не может гулять с красным петухом. А розовый петух, как вы видите, безумно влюблен в желтую курицу. Тетя Эммы подарила своей племяннице на день рождения флакон духов. К сожалению, Эмма не смогла оставить подарок, потому что у Анны, ее сестры, ужасная аллергия на духи. Эмма вернула духи своей тете, которая купила их за 65 долларов. Пожилая леди пристроила кому-то флакон уже за 80 долларов. Потом она вспомнила, что у нее есть еще одна племянница и выкупила его обратно за 70 долларов. Сара, забытая племянница, тоже оказалась аллергиком, так что тетушке пришлось продать духи снова за 60 долларов. Получила ли она какую-нибудь прибыль? Ага, она заработала 5 долларов и купила большой латте. Один гений изобрел часы, которыми, как он думал, никто, кроме него, пользоваться не сможет. Минута на этих часах длится час, а час длится минуту. Часы показывают нужное время дважды в день. Вы сможете понять, который час? Сейчас 5.30, как ни крути. Гений просто поменял стрелки, поместив часовую вместо минутной и наоборот. Не так уж это и гениально. Кто-то воровал из офиса важные документы. Охранники никого не видели. Секретарь тоже. Босс решил установить камеры слежения, чтобы выяснить, кто это делает. Он внимательно просмотрел записи и выяснил, кто воришка. А вы догадаетесь? Это человек в белой рубашке. Когда он выходил из кабинета, в руке у него было две папки. А в начале дня у него была только одна. Марк решил узнать, не изменяет ли ему жена. Он не был уверен, что она действительно отправилась из родной Канады в командировку в Австралию. Он попросил жену присылать селфи, что она и сделала. Когда Марк увидел фотографию, то сразу понял, что жена ему лжет. Но как? В Канаде сейчас январь, и на улицах полно снега. Но откуда снег в Австралии? Там должно быть лето. Все знают, что в этом жутком старом доме живет старая ведьма. Никто не хочет с ней встречаться. Маша сейчас находится в этом доме, и похоже, она одна. Как же так? Кто сказал, что ведьму не могут звать Маша? Когда-то она тоже была молода и красива. У Макса есть небольшой магазинчик, где продаются носки. Однажды он решил привлечь больше покупателей и запустил рекламу. Носки бесплатно! К нему стало приходить много людей, но всем покупателям приходилось платить. Хотя Макс и правда раздавал носки бесплатно. Почему? Макс отдавал покупателям бесплатно только левый носок. Он выглядел красиво, и люди хотели купить правый. Кому нужен только один носок? Воскресным вечером Александра зашла к подруге на чай. Подруга сказала, что видела одну из дочерей Александры в торговом центре в тот день. Александра здорово разозлилась, ведь все ее девочки были наказаны. Она спросила, кто именно это был, но подруга не знала наверняка, потому что была в торговом центре без очков. Вернувшись домой, Александра спросила девочек, чем они занимались весь день. Алиса сказала, что читала. Рита сказала, что осталась в школе после уроков, чтобы еще немного позаниматься. А Катя ответила, что готовилась к своему концерту. Кто лжет? Рита. По воскресеньям нет уроков. Молодую девушку по имени Таня доставили в больницу после отравления. Обследование показало, что Таня в тот день ничего не ела и не пила. Ее сестра Катя сказала, что ничего не знает о случившемся. Роза, подруга Тани, сообщила. Мы были в школе, когда Таня почувствовала себя плохо. А Артем, парень Тани, заявил. Я с ней сегодня даже не разговаривал. Так кто же и как отравил Таню? Девушка в тот день ничего не ела, но на ее губах помада. Вот где был яд. А доступ в комнату Тани в тот день был только у ее сестры, Кати. В тоннеле произошла авария. Полицейские предположили, что один из водителей, Олег, уснул за рулем. Однако сам Олег это отрицал. Я просто плохо видел дорогу из-за ливня, сказал он. Полиция не поверила мужчине и немедленно арестовала его. Почему? Авария произошла в тоннеле. Там не могло быть дождя. А теперь сыграем в игру «Кто глупее». Ранним утром Тимур и Дима отвозят своих детей в школу. Кто из мужчин не очень умен? Дима, он в машине, без сына. Должно быть, он забыл беднягу дома. Аня и Эля волонтеры в приюте для животных. Аня кормит кошек, а Эля моет собак. Кто из девушек глупее? Аня, она кормит кошек собачьей едой. У Леши и Антона сегодня собеседование в 4 часа. Леша упаковывает с собой еду, а Антон гладит свой лучший костюм. Кто недостаточно умен? Антон, взгляните на часы. Собеседование начнется через 5 минут, а он все еще дома. Леша тоже дома. Но у него еще есть час до собеседования. Ника и Галя заняты домашней уборкой. Ника пылесосит в гостиной и слушает музыку, а Галя моет окна. Кто из них глупее? Ника, шнур пылесоса не вставлен в розетку. Ася и Сергей собираются в летний отпуск. Сергей едет в Испанию, а Ася хочет навестить сестру в Чили. Кто из них не очень умен? Ася, она пакует шорты и купальник. Однако они ей не понадобятся, ведь в Чили сейчас зима. Марка и Валерия плохо спали, потому что соседская собака лаяла всю ночь. Валерия попросила Марка вынести мусор, пока она сделает кофе. Кто из супругов совершает глупость? Марк, вместо мешка с мусором он взял пакет с игрушками. Ошибочка вышла. Жанна и Татьяна готовят ужин для своих семей. Кто из них глупее? Ну, вообще у обеих есть проблемы. Жанна поливает водой горячую сковородку, а у Татьяны мышь на кухне и муравей в тесте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok